Хочу поделиться одним наблюдением, как бить во время движения в боксе, потому что очень много путаницы, многие не знают как, видео, которые есть в ютубе, ничего не разъясняют, люди дают какие-то рекомендации общие, а конкретно, например, как человек двигается по рельгу из одного лоба в лобой быстро и при этом наносить удары, никто не объясняет, поэтому я попытался разобраться и записать видео такое, чтобы тот, кто начинает изучать движения в боксе, чтобы они поняли, как это делать. Обычно, что изучают, когда приходят на тренировку, изучают движения в черноке, но никто не рассказывает, как в этом черноке двигаться, как в этом черноке могу из одного лоб в лоб быстро передвиниться, переместиться и не нанося удары за соперника. В этом не объясняют, но показывают, что вот идет движение, вот во время движения наносятся удары, а дальше как, как это само передвижение осуществляется. Или, например, рассказывают, что бить надо, там, как изучают, он приходит в секцию паренья и говорят, ну вот бьешь под разноименную ногу. Ну, он начинает разучивать эти движения, под разноименную ногу, там, предположим, удары. А потом, начиная на рейтинге это делать, ему говорят, что ты делаешь, потому что ты стойку меняешь. Что у тебя? У тебя стойка должна быть такая в своей. А когда ты делаешь под разноименную, у тебя получается стойка меняет. Из одной стойки в другую становишься. Тоже неуравильно. Или, например, под разноименную начинает бить, тоже не знает как. Бьет удар. То есть, как бы, либо во время этого шага один удар он наносит, либо раз-два наносит. И как в любой последовательности, как соединять руки с ногами. Когда начинают объяснять, такую кашу никто ничего не понимает. И применить самое главное на рейтинге никак не может. Он, как бы, ну, какие-то куски знает, а как все это вместе соединять тоже не знает. Я предлагаю для этого посмотреть, как тренируются кубинцы, что кубинцы делают. Кубинцы, когда дети приходят в секцию на Кубе, им говорят, идите, танцуйте, занимайтесь танцами. Почему? Потому что кубинский танец, вот он дает вот это движение. И они движение все разучивают. В самом начале своих тренировок, вот они учат это движение. Вот, включают музыку, и вот, вот, с ноги на ноги переваливаются. Вот это основное движение бокса. Вот. При этом, для того, чтобы, ну, это на месте, а как, например, двигаться вперед? Для этого надо понимать, что, чтобы вперед двигаться, нужно переносить вес тела на заднюю ногу, и ею, как бы, отталкиваться, вот. Вот, вот у тебя передвижение пошло, вот. Обратно у тебя, наоборот, переносишь вес тела на переднюю и отталкиваешься, вот. Вот. Вперед, назад. Вот и вся техника. При этом, никаких разноименных бить не надо, не купайтесь, бейте наименные. То есть, передней ногой встали, передней рукой нанесли удар. Тем более, что это правильно, тренер всегда говорит, вот, закручивали. Заднюю ногу, переднюю поставили, заднюю пододвинули, в этот момент, когда его двигается, наносим удар, вот. То есть, всегда получается, вот, одноименную, раз-два, 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 раз-два. Мы-то этот шаг сделали, а когда вторую подносим, дубой наносим, все равно одноименную получается. Раз-два, раз-два, поднесли, закрутили, нанесли удар. Переднюю все понятно, вот. То есть, бейте под одноименную ногу всегда. Когда это все разучится, вот это все движение, появится тот самый челнок, в котором мы наносим удары. Вот, вот он. Вот этот самый челнок в бою, который позволяет нам быстро сократить дистанцию. Вот. Вот, вот мы сокращаем дистанцию. Еще кубицы, понятно, двигаются по диагонали, чтобы срезать углы. В этом всегда писали, что он двигается прямо, он двигается сюда. Он двигается по диагонали. А само движение еще раз осуществляется переносом. Вот, перенесли, оттолкнулись. Перенесли, оттолкнулись. Перенесли, оттолкнулись. И обратно, ну что же, перенесли сюда, оттолкнулись. Перенесли, оттолкнулись. Перенесли, оттолкнулись. В итоге, в быстром виде движения двигается вот так. Вот. Быстро двигается. Спасы, вот. Или, например, вперед. Вот. Все это под одноименную ногу. Не путайте себе голову, не делайте вот этих вот скачков. Когда выходит на аренду, тренер говорит, что ты прыгаешь как кольцо. Ты должен двигаться. Низко над землей, два, отрывая ноги. Но это движение все равно остается вот это. Раз. Два. Кубинские танцы. Раз. Два. Раз. Два. Когда мы подключаем поясничные отделы, плечевой корпус. Вот сами удары эти идут. Вот они. Вот. Вот. Папсуем, слушаем музыку и делаем вот эти движения. Все. Папсуем. Папсуем.